На какие социальные выплаты может рассчитывать конкретный человек, какие меры поддержки можно применить в той или иной ситуации и куда стоит обратиться по этому поводу, разобраться самостоятельно порой непросто. Тем более пожилому человеку. В таких случаях поможет социальная справочная служба, которая заработала в Новосибирске. Контакт-центр тщательно готовили к запуску, весь прошлый год занимались техническим оснащением, а в этом году выучили специалистов. Вероника Иванова погрузилась в работу службы и узнала, что чаще всего интересует новосибирцев и как диспетчеры им помогают. В городе заработала социальная справочная служба. Сегодня в рубрике погружения расскажем, как дозвониться, кто те специалисты, которые берут трубку и как организована их работа. Городская социальная справочная служба, Евгения, здравствуйте. Мы проходили двухнедельные курсы, изучали базу данных, сервисы. Также у нас были курсы повышения квалификации. Получается, мы социально ориентированы, мы всегда готовы оказать помощь и поддержку, но также мы дополнительно проходили курсы операторов колл-центра. Чаще, наверное, возрастные люди. Может быть, инвалиды, которые, именно людям, которые маломобильные, которые заперты, зачастую бывают в доме, им сложно самим куда-то выбраться, им нужна информация. Бывают люди, которые одинокие, у которых дефицит общения. Конечно, им хочется еще не просто получить консультацию по помощи, а еще и просто поговорить. Мы какое-то время даем возможность немножко выговориться, но стараемся мягко прервать, потому что объясняем, что звонков много, что надо помочь еще другим людям. Ну, обычно, вот мысли с пониманием. Вопросы тоже разные бывают, экстерные тоже. Главное, не поддаваться эмоциям, потому что действительно надо помочь человеку, надо сосредоточиться именно на этом вопросе. Биспетчеры в контакт-центре указывают первичную консультацию. Они могут сориентировать, в какое учреждение или орган власти нужно обратиться. За детальной консультацией, подробным решением вопроса нужно обращаться уже к операторам второй линии. Биспетчеры перенаправят звонок, чтобы человек мог без дополнительных действий получить ответ на свой вопрос. Ежедневно в службу поступает от 500 до 700 звонков. Специалисты подготовлены к звонкам, к вопросам. Создана хорошая информационная база, созданы технологические карты услуг, технологические карты справочников. То есть мы людям, которые у нас работают, дали инструмент работы с населением. Сама городская служба, она и призвана в том числе собрать мнение горожан, выслушать какие-то просьбы, может быть, выслушать какие-то жалобы, для того, чтобы принять меры реагирования. То есть понимание проблем позволяет нам принимать правильные решения. Также мы в самое ближайшее время планируем открытие сайта для горожан. И он такой ресурс очеловеченный. То есть там нет кучи документов, нет кучи каких-то регламентов, в которых человек не сможет разобраться. То есть там информация об услугах очень структурно выложена и будет понятна там и пожилому человеку. Будет работать социальный навигатор, достаточно будет ввести свой возраст, льготную категорию, и человеку будет выдана информация о тех льготах и мерах, которые ему положены. Портал должен быть очень легкий и доступный для всех жителей города Новосибирска. Специальная справочная служба располагается на улице Серебренниковской. Именно здесь сидят те диспетчеры, которые отвечают по телефону 375 87 87. Они могут проконсультировать, проинформировать, сориентировать, перенаправить в другое учреждение, орган власти, рассказать о муниципальных услугах, выплатах и не только. Это в том числе и такая форма обратной связи о качестве муниципальных услуг. Это была рубрика «Погружение», и мы узнали, как работает социальная справочная служба.